Уважаемые участники, добрый день! Меня зовут Владимир Смирнов. Я руковожу подготовкой IT-специалистов в образовательном Гринфилде Школы X, являюсь членом жюри конкурса «Моя школа». И сегодня расскажу вам об одном из наиболее сложных подконкурсов основного конкурса «Номинация IT-проект». Итак, начнем с того, с каким контентом вы должны заходить в эту номинацию. Ваша задача — разработать IT-проект, связанный с интернет-технологиями. Вы можете разработать интернет-сайт школьного кружка, вы можете разработать чат-бот, вы можете разработать даже собственную социальную сеть для общения учителей и учеников. Вы можете разработать даже собственную игру, положив в ее основу некоторую идею начального образования. Поговорим об основных ошибках, которых вам следует избегать, когда будете подготавливать проект. Надо не забывать, что IT-проект — это не продизайн. В основе IT-проекта всегда лежит функциональность некоторого программного обеспечения, и в этом случае основой стоит воспринимать ваш программный код, ту реализацию, которая положена на сервисном уровне вашего IT-проекта. Мы не будем принимать обложки газет и журналов, мы не будем принимать плакаты, рисунки и исключительно дизайнерские концепты, которые могут лечь в основу будущего ПО. Для реализации вашего IT-проекта вы можете использовать любые доступные ресурсы, любые фреймворки. Вы можете использовать фреймворк Flask, вы можете использовать Django, вы можете использовать любой доступный вам сервис. Ограничений в этом случае нет никаких. Каким образом вы приходите в конкурс? Вы можете участвовать в одиночку, либо можете участвовать в составе команды, но тогда состав должен быть не более трех человек. Заявка заполняется лидером команды, и ваша задача в заявке указать три основных момента. Момент первый. Вы должны дать ссылку на некоторое облачное файловое хранилище, которое содержит в себе всю информацию о вашем проекте, включая ваш исходный код. Второе. Вы должны предоставить ссылку на видеопрезентацию работы вашего проекта, где лично вы или участники вашей команды демонстрируют, каким образом функционирует ваш проект и каким образом пользователь взаимодействует с фронт-энд частью вашего проекта. И третье. Вы должны предоставить презентацию, где кратко в виде слайдов представлена основа вашего проекта и разъяснены технические моменты. Несколько слов о технических требованиях к вашему проекту. Если вы разрабатываете интернет-ресурс, серверная часть должна быть доступна в режиме реального времени 24 часа 7 дней в неделю. Также вы, как разработчик, должны предоставить исходный код вашего программного обеспечения с пояснениями и комментариями. Если же вы разрабатываете мобильное приложение, разработка должна вестись под операционную платформу Android версии 5 или выше, либо iOS. Как мы будем оценивать ваш проект? В IT-области наиболее важным является сама идея проекта и его работоспособность. Также мы будем оценивать технические особенности вашего проекта и, естественно, оцениваем вас, ваш креатив, ваш подход к созданию презентации, ваш подход к идее. Не бойтесь ярко называть свое программное обеспечение. Не бойтесь ярких презентаций. Не бойтесь смелых решений. Актуальную информацию о конкурсе вы можете получить на официальном сайте digitalacademy.com, также в Инстаграме, или задав вопрос по указанным номерам телефона. Успехов! Продолжение следует...